День знаний Какие невоспитанные, совсем не знают правил этикета Этикет, это означает уметь себя вести в приличном обществе Понятно? Понятно Да Малыш, не уподобляйся этим невежам Правила этикета Так, что тут у нас? А ты знал, что при встрече надо приподнимать шляпу? Ммм, значит шляпу Во! А ты в курсе, что когда здороваешься, надо вставать? Понял Мы им покажем, воспитанные мы или нет Доброе утро, любезная Ой! Доброе! Сударыня, обопритесь на моё плечо Осторожно, здесь острая травинка А вообще... О, простите Я не нарочно Ай! Ой! Ой! Надо быть внимательнее, господа Вот, держи Хорошего вам дня, друзья Хорошего вам дня, друзья! Пожалуйста, проходите Ой! Ну, что вы! Право не стоит Только после вас Ай-яй-яй! Что это с ними сегодня? Пожалуйста, пролетайте. Всего вам доброго. Тьфу ты. Ой, меня никто не слышал. На приеме? Ну, по-нашему на празднике. Не стоит откусывать от целого плода. Разрежь яблоко на четвертинки. Ага, понял. О, как новенькая. Готово. А теперь накалите ломтик на вилку и снимите с него ножиком кожуру. Здесь написано, что это потребует особого мастерства. Ну все, с меня хватит. Надоел этот этикет. Буду так есть. Вот именно. То дорогу уступи, то руку подай, то с гамака вскакивай. Да еще эти шляпы дурацкие. Добрый день, Букаша Мурашевна. Просим к нашему столу. Присаживайтесь. Угощайтесь, пожалуйста. А я сейчас кожуру аккуратненько очищу. Ох. Я не специально. Автоматически вырвалась. Проклятое воспитание. Как неожиданно и изысканно. Не думала, что наша молодежь способна так себе вести. Просто правила этикета. Не такие уж они и сложные. А-а-а. Не буду фотографироваться. Не хочу. Не буду. Не буду. Доброго вам здравия. Не правда ли? Приятная погода. Ох. Вот посмотри на Бупсеня и Пупсеня. Какое воспитание. Какие манеры. Нас ставят в пример. Размышляли гусеницы, широко улыбаясь. Пожалуй, следовать правилам этикета это даже приятно. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Мяч. Шуршуля, ты ведь теперь дедушка поиграл бы с внуком. Так, малыш, сейчас мы поиграем. У-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти О, это же мой мячик. Помню, хотел побить свой рекорд. Расмахнулся, да как? Баба Капа, смотри, похоже? Шершуля, что случилось? Спина! Вот, полежи, отдохни. Придется тебе самому в мяч поиграть, пока деда не поправится. Может, найдешь кого-нибудь, кто тоже захочет? Я постараюсь, а ты поправляйся, деда. Ну, мячик, давай играть. Высоко, высоко! Выше, чем прыгает Кузя. Кто-нибудь, помогите снять с меня эту каску. Сейчас, корней, корнейч. Невероятно. Только я собрался вылезти, как вдруг на меня набросилась моя собственная каска. А я... Это твой мяч? Ты что, нарочно закинула его ко мне? Нет, я подбрасывал мячик вверх. А вниз он сам упал. А вы не хотите со мной поиграть? Нет, не хочу. Ты лучше кидай мяч там, где нет моей норы. Хорошо. Поиграть? Я живу хорошо. Все меня боятся. Ничего, научусь. Главное, что в деревьях нет нор. Ой, здравствуйте, дядя Шнюк. Вы вышли со мной поиграть? Я занят. Пишу письмо бабушке. А ты мне мешаешь. Поищи себе другое место для игру. Поиграть? Вот хорошее место для игр. Никому здесь, наверное, мешать не буду. Ха-ха! Здравствуйте! Вы вышли со мной поиграть? Вопиющее безобразие! А если бы ты попал мне по голове? Извините. Поищи себе другое место. Хм, поиграть? А, смотри, Вупсень! Мяч с неба свалился! Точно! Бросай его мне! Эй, размазня! Смотри, как надо! Ой! Класс! Здравствуйте! Это мой мячик. Хе! На нем не написано. Кому он прилетел? Дот его и забирает. А теперь он ко мне прилетел. Значит, я его и забираю. Пчеленок! Кузя, как хорошо, что вы пришли. Лунтик, какой классный мяч! Побежали! Я знаю хорошее место для игры. Хе-хе-хе! А! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ой! Здесь, что ли, играть в мяч? Меня возьмете? О-о-о! И меня. И я могу быть судьей. А? И меня. А я могу стоять на воротах. Ха-ха-ха! Вот так. Оказывается, взрослые тоже не прочь иногда повеселиться. Ты что, хочешь играть в игру для малышни? Пойдем лучше траву жевать! А может, жевать траву и вправду интереснее, чем играть в мяч? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Хе-х, привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Мила. Привет, я Лунтик. А ты кто? А я милая, хорошая, божья коровка Мила. Давай дружить, Мила. Дружить? А ты умеешь? Я умею. Смотри. Здравствуй, друг. Здравствуй. Мне еще никто такого не говорил. Хе-хе. Ой, отойди в стороночку. Не видишь, что ли, тут мои пирожки. Тут кроме песка ничего нет. Этого ображения у тебя нет. А разве песок едят? Я не собиралась их есть. Я играла. А ты все сломал. А-а-а-а. Уходи, ты не умеешь играть. Прости, пожалуйста. Я принесу ей мячик. Смотри, Мила, я умею играть. Лои! Ой, прости, пожалуйста. Ты ничего не умеешь. Уходи с моего песка. Хорошо, я больше не буду трогать твой песок. Здравствуйте, Корней Корнеевич. Что это у вас? Здравствуй, Лунтик. Да вот выношу лишнюю землю из норы. Отличная землица. Даже жалко выбрасывать. Да? А вы не могли бы отдать ее мне? Конечно. Буду рад, если она тебе пригодится. Спасибо, Корней Корнеевич. Мила, теперь у меня есть своя земля. Давай добавим ее к твоему песку и налепим разных пирожков. А-а-а. Да что же это такое? Ты уже в третий раз не мешаешь. Убирай это немедленно. Я уже ушел. Не плачь. Уходи, не хулиганы. Это не мне. Зачем вы ломаете мои пирожки? Ха-ха-ха-ха. Э-э-э. Тш-ш-ш. Эй, а Корней Корнеевич мне что-то подарил? А ну давай, тащи сюда. Не-а, это мое. А вам ни к чему. Что? А? Ой. Так это что? Обычная земля? Я предупреждал вас, что вам она ни к чему. А тебе-то зачем? Думал слепить из нее что-нибудь необычное. Ага. Раз так, то мы закопаем эту землю. Хе-хе. Так что ты ничего слепить не сможешь. Копаем. Ага. Фупсень, ты не помнишь, какую землю надо закапывать? Кажется, вот эту. Или нет? Вот эту. Так, все понятно. На всякий случай закопаем обе. Вперед. Как по-твоему, хороший пирожок получился? Очень хороший. А ты не можешь научить меня играть в мяч? Конечно могу. Так, пупсень, встань туда. Ага. Значит, эту кучку кладем в эту ямку. Так, переходи. Эту сюда. Эту сюда. Эту сюда. А эту? Куда будем девать эту? Не знаю. Так, все понятно. Нам не хватает еще одной ямы. Давай, начинай. Я уже устал. Ничего страшного. Я сейчас принесу. Мы принесем. Послушайте, пупсень и вупсень. Мне уже не нужна эта земля. Да, нам не нужна эта земля. Мы теперь играем в мяч. Да, вупсень и пупсень потрудились на славу. Они так и не догадались, что Лунтик просто решил их проучить. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Что в пруду? Смотри, Лунтик, какие шустренькие. Почти как я. Это рыбки. У них все по-другому. Все-все? Да. У нас летают и прыгают, а там плавают. Интересно, а можно там на траве качаться? Не знаю. Сейчас, погоди. Я покажу тебе, какая в пруду трава. Рыбы добрые! Что же это делается? Что делается? Опять шум поднимаешь. К нам приплыли безобразники. Они врут все водоросли. С корнями! Потом схватят захват. Плывешь уметь в другое место, пиявка. Нас всех поймают, а тебя из раковины выговорят. Вот пустомеля. Ничего себе водяная трава! Скользкая какая! На такое не попрыгаешь! Что же бедные рыбки делают целыми днями? Хе! Тебе бы только на траве прыгать. Может, они целыми днями нектар собирают. Ты что? Подумай сам, какой нектар под водой! Ну, я не знаю. Какой-нибудь подводный нектар. Подождите, друзья. А давайте позовем сюда какую-нибудь рыбку из пруда. Она нам все и расскажет. Я бы не стал столько тегорично судить о какой-то угрозе. А если подумать? Сначала листик, потом кустик, потом хвань за хвостик! Не стоит так волноваться. Здравствуйте, Пискар Иваныч! А-а-а-а! Луан, у меня память на безобразников! Вот, значит, как. Опять пришел всех беспокоить? Нет, я пришел за вами. Мы с друзьями хотим пригласить вас на берег, в гости. Что я говорила? Хвань за хвостик! Никуда я не полезу. На воздухе рыбам плохо. И я никуда не полезу! Я, 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 я покажу вам, где раки зимуют! Не на таких напали! Я не думал нападать. Мы хотели узнать про подводный нектар. И вообще, как вы живете? Вот что. Оставь рыб в покое. Всего мокрого. Здравствуй, Лунтик! А где же рыбка, которая собирает нектар? Привет. Оказывается, на воздухе рыбам плохо. Нужно придумать что-то другое. А в пруду еще кто-нибудь есть? Вообще-то пиявка говорила о каком-то раке. Ой, ой, Маюшки! Ой, 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 все точь-в-точь, как я и пророчила. Что, мои слова больше никого не пугают? Да с чего ты это взяла? А с того на моих глазах за пескарем приходили из воды вытаскивать. Если бы я не припугнула, что покажу, где раки зимуют, пропал бы пескарь. Ты зачем про раков сказала? А что делать, если никого на защиту пруда не поднять? Кстати, тебя уже ищу. Где живет вкусный рак? Тише, может, не заметил. Я тебя предупредила! Эй, есть здесь кто-нибудь? Меня нет. Скажите, пожалуйста, где живет рак? Я невкусный! Подождите, вы домик потеряли. Мила, ты лучше отойди от воды. Мы ведь не знаем, какие они, жители пруда. Брр, я знаю пиявку. От нее лучше держаться подальше. Пиявка это что? А вдруг там есть кто-нибудь похуже? Возьмите, пожалуйста. Вдруг простудитесь, заболеете. Что тебе от меня надо? Мы просто хотим у вас спросить. Кто это мы? Это мои друзья. Кажется, вы их испугали. Разве я такой страшный? Нет, просто вы большой и необычный. Бегаете с домиком, клешнями щелкаете. И совсем вы не страшный. Здравствуйте, я Мила. Очень мило. А я ракчики-бряк. Знакомьтесь, это ракчики-бряк. А это Кузя и пчеленок. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам про ваш мир. С удовольствием. А у вас есть нектар? Хм, никогда не слышал о таком. А вы слышали про наши раковины? Про жуков-плавунцов и про большую зубастую щуку? Нет, нет, не слышали, не слышали. Я вам расскажу. Лунтик с друзьями с удовольствием слушали рассказ рака про обитателей пруда. Ведь очень интересно узнать, кто живет рядом с тобой. Однажды на луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Поход. Привет. Привет. Зачем вам столько вещей? Мы идем в поход на ягодный холм. За ягодами. А что, в поход надо столько всего брать? Холм далеко, идти нужно долго. Мне нужно отбивать литм. Поход? О, это же здорово! Ребята! Ребята! Давайте пойдем в поход на ягодный холм. Ух ты! Я еще не ходил так далеко. Хорошо. Тогда надо собраться. Точно. Нужно взять все, что пригодится в пути. Извини. Ого! Сколько ты взял? Поход, это надолго. Надо взять побольше. Поможешь мне тащить это? Эээ, вообще-то, я рассчитывал, что ты мне поможешь. Надеюсь, Мила взяла поменьше. Эээ, ребята, помогите мне. Я взяла все, что нужно. Одеяло, три подушки, зонт, резиновые сапоги, если пойдет дождь. Фонарик, если стемнеет. Вот. Вы поможете мне это тащить? Думаю, нам понадобится помощь. Большое спасибо, дядя Корней. Не за что, ребятки. А вы уверены, что вам все это нужно? Конечно, нужно. Тяжело вам не будет? С вашей тележкой не будет. Хорошо с тележкой в походе. Так мы быстро дойдем до Ягодного холма. Мила, лови. Да, очень хорошо. Ой, стойте! Тут ручей. Придется тележку через ручей вести. И-яп! Смелее, до берега недалеко. Хорошо. Скорее, все намокнет. Ну вот, покрывалые подушки намокли. Так может, вынуть и высушить их? Ага, и тележка будет легче. Да, придется. Не расстраивайся, Мила. А давай я тоже что-нибудь уберу из своих вещей. О, так может, нам поесть? И тележка легче станет. А? Угу. Вот так. А это мы на обратном пути заберем. Точно. Теперь идти будет легче. Ой, ой. Ой, стойте! Давайте еще что-то выложим, а то упадет. Предлагаю убрать игрушки. На холме мы будем просто бегать и прыгать. Верно, Кузя? Хорошо, только мяч с собой возьмем. Я играть с ним буду. Тележка почему-то не хочет ехать. Это камень мешает. Я его уберу, а вы подержите тележку. Лунтик, скорее! Все, теперь можно идти дальше. Тележка в яме застряла. Ой! А-а-а! Тележка! Это не поход, а какой-то бег с препятствиями. Да, если б не тележка, мы б давно уже дошли. Может, оставим вещи и пойдем без них? Что же нужно для похода? Выходит, что только хорошее настроение. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Жара. Сегодня жарко. Чай лучше пить холодным. Вкусный! На улицу лучше не выходить. А-а-а! Может, голову напечь. А-а-а! А я договорился встретиться с Кузей и Милой. Вдруг им голову напекло. Лунтик, подожди. Вот. Чтобы голову не напекло. Спасибо. Фу! Ну и жара. Ой! Ай! Ой! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! О-о-о-о! Надо же! А в воде прохладно. Здравствуйте, дядя Корней! Вы не видели Милу с Кузей? Там, в старом пне Спасибо Мы ведь не можем сидеть здесь целый день Как нас Лунтик найдет? Думаешь, он выйдет из дома в такую жару? А вот и я Лунтик, а мы думали, ты не придешь Ой, какая у тебя шляпка Да, сегодня так жарко Ага, зато в этом пне прохладно Но скучно Давайте пойдем к пруду В воде тоже прохладно Не бойтесь, здесь не глубоко В воде и вправду не жарко Да, только солнце все равно голову напекает А? Что вы здесь делаете? Это наш пруд! Вон отсюда! Ищите себя, другой! Вон отсюда! Зато здесь большая тень А? А в пруду все равно прохладней А может, нам сделать свой прудик? Неглубокий? И в тенечке? Ага Фух Дядя Корней Мы придумали, как спастись от жары Надо сделать маленький пруд В тенечке Под листиком Идея-то неплохая Но вырыть такую яму Не так-то просто Эй, кому тут ямы нужны? Мы вам поможем! Да! Мы тоже пруд хотим! Тогда другое дело А вы знаете подходящее место? Ага! Правда, хорошее место для прудика? Да, вы будете копать яму, а я канал к пруду Как закончите, дайте мне знать Эй, не понял? Ой, простите, я отвлеклась Дядя Корней, мы закончили Отлично, я опускаю воду Ура! Прудик получился таким большим, что места хватило всем И малышам, и взрослым Однажды на луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Чья поляна? Лунтик, Кузя, привет! Вас Корней Корнеев зовет Привет, Нила! А зачем мы ему? Он рассаживает цветы и просит нас ему помочь Хорошо, мы уже идем Мое яблоко Нет, мое! Ого, вот это вещь Это паровозик Лунтика Слушай, а давай его спрячем Лунтик придет, а паровозика нет Хе-хе-хе, вот повеселимся Хе, точно! Будет знать, как оставлять игрушки, где попало Давай здесь паровозик закопаем А как мы его сами потом найдем? Не видишь, что ли? Вот под этим цветочком А тут еще такой же цветочек И тут О, нужно закопать у того засохшего дерева Его со всех сторон видно Ага Ага Эти цветы посадите, пожалуйста, на поляне У засохшего дерева А я тут подружусь Хорошо, Корней Корнеевич Поляна уже недалеко В общень! Сюда малышня идет! Вон дерево! Скорее прячемся! Здесь нельзя копать! Это наша поляна! С каких это пор она стала вашей? С тех пор Мы ее давно заняли Вот, даже ветку сюда положили Да, а это значит, что поляна наша И зачем вам эта поляна? Эээ, чтобы в догонялки играть Но в догонялки можно поиграть и на другой полянке А мы будем здесь играть Пупсень, ты вода! Нам эта поляна нужнее! Мы лес украшаем! Лес и так красивый! Хе-хе-хе Ну, Корней Корнеевич просил нас на этой поляне посадить цветы А нам не нужны цветы! Хе-хе-хе! А-а-а-а! Ага! Значит, вы драться надомали! Сейчас мы вам покажем, кто сильнее! А ну, прекратите! Я сейчас Корней Корнеевича позову! Корней Корнеевич! Тише ты! Чего раскричалась? Уходите с поляны, а то позову! А-а-а может мы тоже хотим украшать полянку цветами? А-а-а! Это же здорово! Вместе мы быстро все сделаем! Кузя за нами все время наблюдает Я его отвлеку, а ты выкопай паровозик и перепрячь Кузя! Давай вместе цветочек посадим! Я у тебя поучусь! Что-то здесь не так! Эй! Ты куда? Лунтик! У них твой паровозик! А? Прекратите! Хватит! Не надо драться! Перестаньте! Что здесь происходит? Пупсень и Пупсень мешают нам рассаживать цветы! А еще они стащили у Лунтика паровозик и пытались его спрятать! Ничего мы не стащили! Просто хотели вас проучить! Нечего разбрасывать игрушки, где попало! Пупсень, Пупсень, разве можно брать чужие вещи без разрешения? Даже если Лунтик оставил свой паровозик без присмотра, вы же знали, что это его! Да! Пусть теперь помогает нам сажать цветы на поляне! А мы вам дадим с паровозиком поиграть! Э, ладно! Так уж и быть! Поможем! Все вместе ребята быстро справились с поручением! И поляна у засохшего дерева стала самой красивой в округе! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Роса Ой! Лунтик, зачем ты его поправляешь? Рано или поздно они все равно отпали бы! Я хочу, чтобы на них выросли водяные ягодки! Какие ягодки? Водяные! Они по утрам на травинках и цветочках растут! Такие вкусные! Ха! Это ж просто роса! А откуда она берется? Хм... Может кто-то их раскладывает? Ночью, когда все спят! О-о-о! Вот бы на него посмотреть! Да... Надеюсь, я его встречу! Я обязательно найду того, кто раскладывает росу! Я первый расскажу об этом! Вот друзья удивятся! Скажут, какой же ты молодец! М? М? Хм... О! Может он там? А? О! Так... Тут никого! Только бы у меня воображение не разыгралось! А-а-а-а! Э-э! Э-э! Наверное, это он! Ах! 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 Наверное это он! Он, наверное, сейчас трудится Раскладывает тросу Куда же он делся? Как тут тихо? Ай-ой-ой! Ай-ой! Что это за шум? Может это он? Что это за звуки? Вон он Ах! Неужели это он все разворотил? Что там такое? Вот это чудище! Походит с таким девчоночью фонариком Ой! Теперь у него мой фонарик Но зато его фонарик у меня Ой, фонарик Наверное, это он его потерял Как же он будет раскладывать росу? Надо его вернуть Вот уж не думала, что такое чудище Раскладывает такую вкусную росу Ой! Только у такого чудища может быть такой большой фонарик Надо его всем показать Покажу этот фонарик, и они сразу мне поверят Ого! Облако спустилось на землю Наверное, оно спит Надо его не разбудить Фух, ничего не видно в этом тумане Надо прислушаться Может, ручей рядом, по нему и выйду А вдруг он тоже тут ходит? Ай! Мила, ты что здесь делаешь? А ты что здесь делаешь? Эй, подождите! Это вы раскладываете росу! Ой! Лунтик, ты тоже тут? Да А вы что тут делаете? Я хотел увидеть того, кто раскладывает росу И я тоже Он такой большой Страшный и шумный Он маленький и шустрый Вот какой у него крохотный фонарик Так это ж мой фонарик Вот его фонарик Совсем как у девчонки Это мой фонарик А где же мой? Кто же тогда разложил росу? Дядя Карелин! Это вы! Что же вы мне сказали? Мы вас всю ночь искали Ребята, вы меня с кем-то путаете Как? Разве не вы раскладываете росу? Ну что вы! Это туман Как туман? Он совсем как облако Спускается на землю И оставляет капельки На траве и цветах Их и называют росой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин